В большевике начались земляные работы на месте бывшего погоста. Решение о строительстве очередного торгово-развлекательного центра в этом месте принимали в администрации Серпуховского района. Но теперь жители поселка надеются, новое руководство наведет порядок в муниципалитете. Аллея, возникшая на месте старинного кладбища, сегодня неухожена и зарастает в бурьяне. Но, по мнению жителей, если ее привести в порядок, здесь будет замечательное место отдыха. К сожалению, земельный участок продан частному лицу под строительство торгово-развлекательного центра. Но была ли в этом необходимость? У людей чиновники не спросили. Устроить торгово-развлекательный центр – это в то время, когда здесь клуб, когда здесь надежда. Там пляши, танцуй, делай что хочешь. А что касается торговли, то у нас каждый дом – все в торговлях. Везде магазины. Это же вообще кощунство. Устраивать пляски и развлечения на костях своих предков. Для них нет ничего святого. Были это самые публичные слушания по большевику. И нам заявили, что здесь будет торгово-развлекательный центр. Естественно, жители поселка высказались против. Здесь бы хорошо, вообще было бы сквер сделать. Да уж предел настал. Было вот в бару у нас место, где все выходили на праздники и гулять. Там собирали ягоды, грибы. Потом огородили забором, поставили два особняка. Эти особняки Шестуну принадлежат. Хотя он раньше и говорил, что там должны были спортсмены останавливаться, типа гостиницы делать, все вот это вот. То есть обманул? Обманул, естественно. Прежней властью люди услышаны не были. Примером непоследовательности в своих обещаниях является глава Серпуховского района. Когда-то должен был настать конец всем его выходкам, всем его безобразиям, которые он развел в районе. Ведь мы ему поверили в свое время, когда он шел на выборы. Сколько он нам обещал. Когда он вставал на свою должность здесь, вот в приступках вот этого вот Дома культуры, он говорил, что все дети большевика будут ходить в дворец спорта «Надежда» бесплатно. Огромные суммы. Сейчас невозможно там вообще детям присутствовать. Ну это куда? Такие деньги гребут. Грести деньги чиновники, видимо, собирались, построив на месте погоста еще один торгово-развлекательный центр. Но у жителей большевика, как и всего Серпуховского района, сегодня появилась надежда, что этого не случится. И зеленую зону им оставят для отдыха. А те, кто допустил серьезные ошибки в своей деятельности, понесут наказание. За разбазаривание земель и превышение своих должностных полномочий руководству муниципалитета и сельских поселений придется держать ответ. Вчера в Доме главы Серпуховского района проводились обыски, после чего чиновник был задержан и доставлен на допрос в Следственный комитет России. По предварительной информации, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса России «Превышение должностных полномочий». Он был первым взяточником, трусом из-за трусости, так сказать. И он был, ну, я бы сказал, предателем. Он предавал своих же людей, которые слушали сего, открыв рот, и с которыми он прощался, когда их арестовывали, осуждали. Для него это был простой материал. И эпопея с Базановой, это тоже, так сказать, как бы он ни шумел, как бы она сидела в свое положенное время. Весь район поделен на куски земельные. Вот эти все СНТ, ТНТ и прочее, прочее, это все его епархия на других людей, на Ивановых, Федоровых. И от этого, так сказать, идет аккумуляция его, так сказать, денег. Его раньше надо было задерживать. Как можно было продать, извините, пожалуйста, вот это кладбище? Мы даже депутаты не знали о том, что продано кладбище. Люди убеждены, что беспредел в районе, чинимый его прежним руководством, на этом закончился. Хотелось бы, чтобы были перемены у нас в районе. И чтобы наш большевик расцветал и весь Серпуховский район. У нас вообще замечательные люди, и почему они так вот живут, и почему к нему такое отношение. На это сегодня надеются все жители Серпуховского района. Редактор субтитров А.Семкин